Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. – Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы всегда ждем ваших звонков и готовы для разговора по душам, или как получится. – Да, я скажу больше, мы регулярно с Еленой обсуждаем какие-то предыдущие эфиры, возможные темы будущих. В общем, как-то психология, вопросы психологии, вопросы переживаний, вопросы эмоций, вопросы каких-то согласований, вопросы отношений, да, вопросы того, как себя вести, как себя помогать, они по-прежнему важны, актуальны. И хоть внимание людей сейчас на каких-то более, может быть, грандиозных событиях сконцентрировано, да, ну, по крайней мере, оставаться людьми нам помогает психология в том числе, ну, на мой взгляд. Не в том аспекте, в котором она является наукой, наукой, в основном не в этом, да, в каком-то таком бытовом смысле, в бытовом аспекте. – Как у вас прошла эта неделя? Какими идеями, мыслями в профессиональном поле вы жили эти дни? Какие-то интересные события, может быть? – Ну, сейчас попробую во время ответа на вопрос что-то припомнить. Ну, по-прежнему приходят люди на консультации. Я рад, что это важно и для меня, и для, я понимаю, для моих пациентов, что терапия, которая в большей степени имеет долгосрочный характер, то есть не разовые какие-то встречи, где человек приходит с вопросом, понимая, что он больше не придет или максимум придет два раза, уже заранее понимая, да, ему нужны какие-то ответы на вопрос, ну, там, больной я или не больной, да, или там, а что мне делать с ребенком, который, там, не знаю, балуется, да, или не хочет учиться, или там, что мне делать с супругой или с супругом они, там, подали на развод, или что мне делать, там, с родителями, да, вот, или у меня бессонница, меня направили к вам, вот, я бы хотел, там, лучше спать. Но большая часть того, что все-таки мы называем психотерапией, это какой-то последовательный, длительный, размеренный процесс, она сохраняется. Вот, кстати, я думаю о том, что для обеих сторон, и для психотерапевта, для меня в данном случае, для пациентов, это возможность сохранять какую-то стабильность и выяснять, продолжать прояснять те вопросы, которые беспокоят. Вот, ну, и приходят новые люди с новыми вопросами, и мы продолжаем, как профессиональное сообщество, думать о коллегиальной поддержке, потому что, ну, тоже я об этом говорил, потому что специалисты очень серьезную нагрузку сейчас испытывают и в связи с событиями острыми в текущий момент, и вообще в связи с тем, что, ну, психотерапия, например, потихоньку вымывается из государственных структур, этот факт нужно признать, вот, и она, и с другой стороны, в частном секторе, среди людей, которые раньше не занимались психологией, психотерапией, становится больше психологов и психотерапевтов. Ну, пошел человек, поучился там 4 месяца, полгода, назвался психологом, вот, а может быть и не учился дальше, даже, ну, благо сейчас никакой, благо в кавычках, никакой там уголовной ответственности нет, можно назваться, да, и принимать, это у врачей немножко все строже, вот, и, в общем, вот на таких курсах живем, пытаемся помогать коллегам в том числе. Мы с вами обсуждали перед программой, о чем мы можем поговорить, пока ждем звонков от телезрителей, я хотелось бы, хотела бы вернуться к этому разговору. Мы говорили о подростках и о такой форме работы с подростками, как совместные кинопросмотры с родителями, ну, совместно с психологами и вот такими семьями, да. Да, я подумал, почему бы нам об этом не поговорить, это интересный проект, может быть, кому-то из родителей будет интересно, в нашем центре «София» проходит, ну, уже на протяжении некоторого времени, на мой взгляд, уникальный такой культурно-психотерапевтический, культурно в данном смысле узко беру слово, да, потому что психотерапию в широком смысле можно отнести к культуре, да, ко всему, что делает, производит человек. Вот культурно-психотерапевтический – это такое лечение или помощь с использованием образцов культуры, в данном случае с использованием кинообразцов. Это уникальный проект, в котором два специалиста участвуют, с одной стороны, это врач-психотерапевт Юлия Викторовна Пацитник, а с другой стороны, точнее, там сторон нет, это скорее вместе, да, вместе Валерий Вениаминович Бондаренко, наш известный, легендарный, я бы сказал, культуролог, да, педагог и так далее, так далее, так далее, да. У нас звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Илья. Здравствуйте, Илья. Вы к нам с вопросом. Да, я к вам с вопросом. Хотел у вас поинтересоваться. Всегда мне эта ситуация была безумно интересна. Помню в детстве, когда я был маленьким, а мы с вами плюс-минус-ролестники, была такая песенка «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». И я каждый раз, когда оказываюсь в тех или иных отношениях, попадаю в странную ситуацию. С одной стороны, мне хочется подойти к другому человеку как можно ближе, ну, для того, чтобы дотянуться до него. А с другой стороны, я понимаю, что у меня и у другого человека есть некоторая privacy, есть некоторая граница субъективности, за которую заходить не стоит. И я думаю, что вы тоже сталкивались с таким вопросом, как вы для себя его решили. Мне было бы интересно услышать вот это вот ваше решение, если это возможно. Илья, вопрос сформулируете? Ну, может быть, более так концентрировано, что ли? Ну, вот смотрите, Алексей Михайлович, с одной стороны, хочется слияния, так, чтобы между мной и другим не оставалось ничего, так, чтобы мы объединились в некоторое одно целое. А с другой стороны, я понимаю, что когда я приближаюсь к другому человеку чрезмерно, вот это мое стремление к слиянию, наверное, нарушает мою границу, иногда его. И эту границу тоже нужно как-то учитывать. Вот этот вот баланс между желанием слиться и желанием сохранить границы другого человека. Я обнялся? Да, Илья, а вот сразу по ходу, как это, традиционно от психотерапевта вопросом на вопрос, а потом, может быть, что-то удастся. А тот человек, про которого вы говорите, но ведь о каком-то конкретном, условном, конкретном идет человеке речь, да, о желании приблизиться, а он как-то на это откликается, как-то реагирует, как-то, как сейчас говорят, дает обратную связь, что... Он дает обратную связь, да, и в ряде случаев мне кажется, что мои попытки приблизиться скорее его радуют, чем огорчают, а в других ситуациях та же самая моя попытка сблизится, но, как мне кажется, та же самая попытка сблизится, приводит к тому, что я задеваю за какие-то его болезненные струнки, он начинает схлопываться, и мы отскакиваем друг от друга на большую дистанцию. Вы говорите о мужчине, о женщине или... Мужчинами и женщинами ситуация, ну, по крайней мере, у меня, мой танец происходит по одному и тому сценарию. А как вы узнаете, еще, если позволите, вопрос, как вы узнаете о болезненности этого взаимодействия для той стороны? Ну, меняется интонация, начинаются какие-то короткие рубленные фразы, он чисто по позе начинает отодвигаться, пытается уйти в другую комнату, ну, то есть, вот какие-то такие и физические, и парагербальные демонстрации того, что прямо сейчас меня слишком много, и Илья слишком близ. Илья, и, может быть, последний, может, Елена что-то захочет спросить. С моей стороны, наверное, такой последний вопрос, но чтобы не перегружать. Может быть, он будет такой, он для меня, для самого странный, а на ваш взгляд, сколько может длиться близкие отношения? Ну, у них есть какой-то временной границы, временной промежуток? Не знаю, а если мне кажется, что там есть такая забавная ситуация, когда действительно и у меня, и у другого возникает усталость и желание вновь набрать дистанцию, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что иногда я вижу, как другой человек может позволить себе вернуть еще на 2 секунды дольше или на 2 сантиметра глубже. И для меня это всегда когда-то какое-то такое очень ценное и очень острое переживание. Про временной отрезок я так и не сказал, мне кажется, что это может быть очень по-разному. Иногда 2 минуты и возникает некоторая усталость от того, что мы вернулись слишком глубоко и не хватает воздуха. А иногда мы опустились в какую-то среднюю воду на среднюю глубину, и там мы можем бороться за некоторое количество часов. Это тоже вполне комфортно. Илья, вот с этими другими людьми, неважно, с мужчинами, с женщинами, вы говорите, ну, такая некая модель повторяется. Вы говорили об этой ситуации вот именно тем языком, которым вы сейчас с нами разговариваете, обозначая это как слияние, как нарушение границ, болезненность возникающая? Я не формулирую это как некоторое нарушение границ. Мне кажется, что здесь скорее идет речь про некоторую усталость, про некоторую готовность устать ради сближения. Вот, наверное, про что-то. Да, я говорил об этом. Отвечая на ваш вопрос. Спасибо. Да, спасибо за звонок, спасибо за вопрос. Попробуем, наверное, что-то сейчас сказать по этому поводу. Хотя я вот сейчас думаю, что, собственно, момент, разговора с нашим зрителем, с Ильевой, ну, для меня, ну, как можно предположить, да, если я примерно таким же образом воспринимаю, перевожу для себя слово близость или еще что-то, как говорит Илья, вот сейчас это был такой контакт, какой-то взаимодействие. То есть сам момент разговора имел, наверное, я думаю, большую, ну, ценность, если в ценностном каком-то подходе, да, больше жизни в нем было. У меня шевелились шестеренки в голове, переживания какие-то были. Я думаю, что у собеседника тоже что-то такое было. Вот это был момент, я имею в виду. Да, сейчас уже, может быть, начнется какая-то анатомия, где выкладывается в пространство стола. Анатомия – это медицинский термин, да, анатомический, ну, разделение. И вот нужно это все как-то попробовать немножко разрезать, приоткрыть. Я вспоминаю свои студенческие годы и первый курс мединститута, когда вот это буквально так происходило, да, лежит какой-то препарат влажный, да, и так это называлось, да, и нужно где-то что-то посмотреть, как, чего располагается, чтобы что-то выяснить. Вот. Да. Мне было интересно, Илья сравнил отношения, ну, назвал танцами, да, говорит, вот у меня такие танцы, бывает вот так, тут так. И у меня сразу возникла ассоциация вот танго, да, где страсть, где то сближение, то отдаление, иногда вот есть болезненность какая-то, то есть нужно продемонстрировать, я тебя или отвергаю, или принимаю. Какой-то танец такой, ну, вот вальсирующий, когда пара практически и не расстается, да, у них это слияние есть, и они наоборот в этом танце это слияние показывают. Это я продолжаю ассоциативный ряд, предложенный Ильей. Елен, я думаю, что для, может быть, для части наших зрителей, я так предполагаю, слова близость, слияние и личные границы не очень понятны. Илья, ну, как я понимаю, демонстрировал владение, определенное владение языком, ну, это язык психологии, да, язык, ну, специфический достаточно язык, да. И, может быть, тут какие-то вещи тоже стоило бы прояснить, хотя бы немного, если много, мы просто уйдем от вопроса, да, ну, просто закопались. Я не много клянусь, мне кажется, это как раз тот случай, мы в одной из программ говорили, когда иногда клиенты, пациенты приходят к специалисту, и они сразу уже как будто с готовым языком объясняют свою симптоматику или свои жалобы вот этим вот языком психологии. – Да, мы говорили об этом, и ведь интересный, на мой взгляд, момент здесь в том, что помимо языка психологии не всегда есть какой-то другой язык, которым мы можем описать какие-то процессы, да. – Я вас перебила. – Нет, нет, это очень уместный комментарий. Так вот, внутри этого языка, ну, я думаю, что в конце концов по поводу слияния, по поводу личностных границ, кому интересно, могут поискать сейчас в поисковиках, вот, для меня основной… – У нас звонок, Алексей. – А, значит, у нас будет копиться. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Как вас зовут, как к вам обращаться? – Я вот Анна. – Анна? – Да. – Да, Анна, здравствуйте. – Алексей, вот скажите, пожалуйста, вы сами когда-нибудь себя смотрели со стороны по телевизору? Требят, вас зовут, неинтересных человека, не симпатичных. Отвечайте конкретно. Это вспоминает старый яйц, а не тот про психиатра. У меня же карказельчики бегают, а что, говорит, ты на меня ты их стряхиваешь? И тоже начинает тебя стрякать с карказельчиком. Ну, а эту передачу вам разрешается. Время только зря у людей отнимаете. – Анна, вы еще с нами? – С нами Анна? – Судя по всему, нет. – Алло. – Алло. – Да, хотелось бы пообщаться. – Да, хотелось бы пообщаться, узнать, а чем стоило бы это время заполнить, что было более насущное для Анны, да. Ну, вопрос, который я не успел задать. Вот. Интересный комментарий, попробую я сейчас немножко вернуться. – Интересный, очень такой насыщенный эмоциональными оценками. – Да, насыщенный эмоциональными. Вообще, это целый срез. И действительно, я помню о вопросе Ильи, я надеюсь, я сохраню время, чтобы к нему вернуться. Это целый срез того, о чем Анна сейчас сказала, вот этого отношения к психологии, к психотерапии. Я думаю, что, наверное, да, это такая некоторая претензия ко мне в том числе, к нам, да, что, ну не знаю, мы не интересны. Кому интересно заниматься психологией? Я уверен, что часть людей, видя слово «психология», просто это закрывают. Я знаю, что часть моих пациентов или супругов, например, или родителей моих пациентов, услышав, что их близкий пошел на консультацию к психологу-психотерапевту… – Ну, воспринимают штыки, да, есть такое. Причем это штыки такие определенные, зачем вам это нужно? Ну, это сплошная болтовня, они ничего не делают, они, ну, там, неважно, там, либо берут только деньги, либо там пудрят мозги и так далее, да, вот занялись бы чем-то другим. Вот. Хороший срез. Я благодарен Анне, что она дозвонилась к нам в эфир, и это такой был комментарий и такая определенная оценка, определенный отзыв о том, чем мы занимаемся. Возвращаясь к тому, о чем говорил Илья, для меня это был вопрос о том, как долго может длиться близость. Наверное, так, да? Близость в смысле близкого существования людей, да. – Да, мы вас слушаем, вы в эфире. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Меня зовут Наталья, и последний звонок сейчас меня просто делает много дел. Я очень благодарна Алексею Михайловичу. Хочу большое спасибо сказать, что он важное, нужное дело делает. Я проходила к нему на занятия в семь лет. – Спасибо, Наталья. – Ни минуты не пожалела, я называла это «Школой жизни». И сейчас вот смотрю, вот действительно, хотелось много раз позвонить, но думаю, нет, я добираю то, что я когда в свое время, то есть как бы допонимаю, да, слушаю то, что мне важно. Очень большую работу проделали со мной тогда, и сейчас она продолжается. Я очень благодарна Алексею Михайловичу. – Спасибо, Наталья, вам очень рад вас слушать. – Наталья, спасибо за звонок и за то, что вы оперативно откликнулись на предыдущий звонок Анны. Это важно, как раз наша программа для того, чтобы вот эту обратную связь и какое-то взаимодействие между нами и телезрителями организовывать. – Это важно. Еще один тогда комментарий, вот сначала проговорила Анна, а потом Наталья, да, и по сути, если брать это в целом, это вот пример того, как в отношении каких-то процессов мы имеем две полярные точки зрения. Я вот… – И это даже перекликается с вопросом Ильи, где в отношениях тоже вот в какой-то момент наступает эта поляризация, и люди, которые готовы были к близости и к слиянию, вдруг понимают, что у них то усталость наступила друг от друга, причем эта усталость может и через две минуты наступить. Вот жаль, мы с Анной не смогли переговорить. Мне было бы интересно узнать, как долго она смотрит нашу программу. – Угу. 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 Илья, да. Илья говорил о контакте, о взаимодействии с другим человеком, и по сути, Анна и Наталья тоже сказали об этом контакте, о том, что для кого-то он может быть насыщенным и живительным. – Кто-то устал от нас, от того, что мы занимаем время в эфире. – Да, и хочется отстраниться. Ну и, в общем, по большому счету, люди, когда они устают, они прерывают контакт, да. И я хочу сказать, что, возвращаясь опять к вопросу Ильи, есть очень интересная идея, в основном ее в гештальт-терапии, ну, скажем, используют, да, это идея цикла контакта. То есть мы, в общем, сейчас скажу, может быть, я когда-то говорил, она очень продуктивная, на мой взгляд. Мы все время существуем в динамических отношениях, ну, то есть в подвижных отношениях. И в определенное время назад, ну, скажем, в психологии было подмечено, что мы существуем вот в этом определенном цикле контакта. То есть мы сначала набираем, ну, я своими словами, набираем энергию для того, чтобы проконтактировать с кем-то, провзаимодействовать с кем-то. Это энергия желания, это энергия потребностей каких-то, да. Я не зря спросил Илью, он ведь в каком-то отдельном определенном человеке говорит, мы же хотим близости не с любым человеком, не с каждым человеком, а с определенным. У этого человека есть имя и фамилия, грубо говоря, да. Он определен по полу и так далее, и так далее. Я с тобой хочу контакта, да. Я чувствую прилив энергии, интереса и желания взаимодействовать с тобой, не абы с кем. Кстати, проблемы есть у людей, которые чувствуют, что они хотят контакта, но объекта для своего контакта не находят, да. Ну, по каким-то причинам. Или бывают проблемы такие, что желание контакта сильное, но объект для контакта кажется неприступным и пугающим. Пугающим, например, потому что он отвергнет мои желания с ним проконтактировать. И я очень, ну, это такая иногда подростковая история, да, мне нравится. В школе частенько, да. Девочка, да, но я боюсь к ней подойти именно потому, что она мне нравится, потому что она мне скажет, ты кто такой. Поэтому я то стакан воды ей в портфель заливаю, то за косички дергаю. Вот, да. И сначала это накопление определенной энергии, выделение вот этого объекта, который я таким психологическим, сухим, может быть, языком объекта для взаимодействия, собственно, взаимодействия с ним в течение какого-то времени, да. Я не зря спросил Илью по поводу того времени, сколько переживания близости, а у каждого свое переживание близости. Каждый по-своему может сказать, мы сейчас были близки или не близки. Что это значит быть близкими? Это касаться друг друга кожей, да, это рассказать друг другу все самые потаенные секреты, это заняться каким-то очень важным и интересным делом вместе, да. Не знаю, копать картошку, например, да. И испытывать просто восторг от присутствия друг другу, даже без слов, без действий. Да, да. То есть у каждого... Мы близки. Или это сидеть, прочитать какое-нибудь произведение Достоевского и ощущать, что этот писатель настолько тебе близок, что ты не представляешь, кто мог бы так тонко описать то, что в тебе, во мне происходит, да. Поэтому у каждого свое переживание близости. Но, возвращаясь к циклу контакта, и Илья, кажется, об этом спрашивал, можно сказать, что он всегда заканчивается, ну, должен бы заканчиваться некоторым... Ну, он должен заканчиваться расставанием. То есть это не обязательно расставание в человеческом смысле. Мы больше друг с другом не общаемся. Ну, вот таким некоторым отдалением, да. И там есть еще такая важная стадия ассимиляции, она называется, да, на языке психологии. То есть когда я усваиваю, когда я перевариваю, когда я обдумываю для себя тот опыт, который только что у меня произошел, ну, в течение какого-то времени, да. В каком-то смысле я в этот момент насыщен. Но эта работа по обдумыванию, переживанию тоже должна случиться. И мы снова тогда возвращаемся к новому взаимодействию, к новому контакту. Я полагаю, что, по крайней мере, для меня эта модель кажется близкой к реальностью, что влюбленные люди, любящие, близкие люди, ну, вот в этом определенном, если это можно назвать танцем, ну, в определенном взаимодействии, люди, где они движутся и постоянно как-то согласовывают то расстояние, которое между ними есть, да. То физическое расстояние, то интеллектуальное расстояние. Я знаю, что для части людей обретение контакта является ловушкой, потому что они начинают переживать, что если они начнут отдаляться, то есть позволят немножко пространству войти в их вот такую совместность, то они, ну, совсем разделятся, совсем потеряют друг друга. И поэтому они иногда длят этот контакт даже дольше того, чем они, ну, родители продолжают ходить, ходить в школу, там, 15-16-летнего ребенка, хотя уже этот контакт можно было бы немножко сделать пошире. Супруги влюбленные, думая, что они таким образом будут демонстрировать верность друг другу и думают, что эту верность надо демонстрировать, не расстаются до какого-то определенного времени, да, пока они не надоедят друг другу и возникнет другая реальность, когда они, ну, когда это будет скорее разрушительным. То есть иногда люди намеренно друг друга притягивают. Ну, если я правильно слышу, у вас близость и потом расставание, это часть естественного цикла и, возможно, как раз отдаление друг от друга, оно позволяет потом и ценить близость, и замечать ее, в принципе, что вот сейчас у нас близость, да, и тогда мы нынешним моментом пользуемся для того, чтобы насытить друг друга впечатлениями, эмоциями, не знаю, телесными прикосновениями, о которых вы говорили, чтобы потом, расставшись, пережить этот опыт, ассимилировать, возможно, обогатиться и снова вот в этом танце двинуться дальше. Это выражено, то, о чем вы говорите, выражено очень емко, на мой взгляд, во фразе «Если мы не расстанемся, то как мы потом встретимся?» Для того, чтобы нам снова встретиться, снова познакомиться, снова что-то узнать друг о друге, нам нужно на какой-то момент расстаться, да, предполагая, что… И это, конечно, в этом расставании, в этом акте, если можно это так назвать, очень много и тревоги, может быть, и беспокойства о том, возникнет ли это в следующий раз и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я вот услышал вопрос Ильи с этой стороны, и в этом смысле близость – это что-то очень такое динамичное, постоянно согласовываемое и не лишенное потери утраты, переживание, да, не только удовольствие, но и утрата. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю программу. Спасибо нашим телезрителям за звонки. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.